Здравствуйте! В эфире программа «Азбукопотребители» и я, ее ведущая Мария Бодрова, сегодня предлагаю тестировать очень популярную психологическую игру с детективным сюжетом. Что такое мафия, где в нее можно поиграть, как правильно подобрать компанию, и кому такое развлечение придется по вкусу? Город засыпает, просыпаются игроки. Тестировать игру предлагаем молодой семейной паре, узная, могут ли они обвести друг друга вокруг пальца. Юлия и Василия Акимовы вместе уже не первый год, но впервые решили необычным способом проверить свои отношения на прочность. Они приходят в компанию абсолютно неизвестных людей – психолог, менеджеры, сотрудники компании, ведущие. Сегодня они за одним столом, и они перевоплотятся, будут друг друга проверять, плести интриги и даже убивать. Игра «Мафия» – это психологическая игра, но в то же время казанту она еще и интересная, и веселая, поскольку мы проводим ее с музыкальным сопровождением. Заключается смысл игры в том, что существует два клана – мирные жители и мафия, мафиози. И, в общем-то, кто из них должен победить. «Мафия» – командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом. Она моделирует борьбу знающих друг о друге членов организованного меньшинства с неорганизованным большинством. За столом должно быть больше восьми человек. Весь процесс делится на день и ночь. Есть мафия, есть мирные жители. Мафия знакомится ночью, когда все спят, то есть закрывают глаза и маску, чтобы не подглядывать. Вот ночью просыпается мафия и знакомится. Поэтому мафия друг друга знает. Днем мирные жители думают и вычисляют, кто же все-таки мафия. И общим голосованием решают, с кого убить. Маньяк стреляет во всех подряд. Но старается сначала вместе с мирными жителями все-таки вычислить и убить мафию. Потому что маньяк никогда не выиграет, пока мафия жива. Играет сам за себя всю игру. Игра начинается с раздачи карт по одной на каждого игрока. Каждая карта обозначает одну из игровых ролей. Увидеть ее может только тот игрок, которому она досталась. Перед началом игры каждый смотрит свою карту и узнает игровую роль, которую ему предстоит играть. В первую ночь все знакомятся. Ведущий объявляет о наступлении сумерек. И игроки надевают маски. Потом по команде их снимают и показывают, кто есть кто. Но только ведущему. Просыпается жулик. Жулик засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар засыпает. И дальше пошла жара. Основная задача для мирных жителей – найти и казнить всех мафиози. Для мафиози – убить всех мирных жителей. Скрывая при этом от них дневное время, кем они являются на самом деле. Участвуя в обсуждениях и голосованиях наравне с остальными игроками. Для мирных жителей, которые теряют по одному человеку каждую ночь, важно не ошибиться и казнить на голосовании именно мафиози. А не одного из граждан. Ведь как только число мирных жителей сравняется с числом мафиози, в игре мафия автоматически побеждает. Для мафии необходимо в дневное время не вызвать на себя подозрения и попытаться убедить других в своей непричастности, казнив при этом мирного гражданина. Ночью же мафия должна попытаться убить самых опасных, на ее взгляд, игроков. В том числе игроков с активными ролями, которые играют на стороне мирных жителей, так как именно они представляют для мафии наибольшую опасность. Вот именно потому, что ты ко мне в доверие, доверие пытаешься втереться, вот поэтому я подозреваю тебя. Ты сказала, да вряд ли. Итак, время, три минуты прошло. Игру придумал в далеком 1986-м студент психологии Московского государственного университета Дмитрий Давыдов. В нее играли в общежитиях, аудиториях и коридорах вуза, а потом она вышла в массы. Давыдов остался работать в Альмаматоре и рассказал об игре иностранным студентам. Так мафия попала в Словакию, Чехию, США. Главный атрибут мафиози – умение красиво солгать, умение мирного жителя – вовремя распознать ложь. Я являюсь психологом, преподаю психологию. Поэтому сегодняшний вечер – это для меня знакомство вот с такой замечательной игрой. Я первый раз сегодня на игре. Невербаликов в жизни играет огромную роль. Жесты, мимика, умение скрыть свои истинные чувства. А здесь в игре это как раз помогает выжить. Чем дальше, тем больше накаляются страсти. В конце игры все участники раскрывают карты. Наши герои довольны. Вечером за чашкой чая им есть что обсудить. За злых интереснее играть, потому что происходит обман игроков. Приходится внедряться в их доверие. Ну это очень увлекательно. Играть действительно как один большой тимбилдинг. И это, кстати, отличная идея для корпоративов. У «Мафии» есть несколько вариантов проведения. Вы можете развлечься дома. В этом случае может быть карточная игра. Она продается в магазинах. А можете прийти на специальную вечеринку. Такие в Самаре сейчас очень популярны. В таком случае вы полностью погрузитесь в атмосферу детектива. Играйте в «Мафию»! Процесс длится чуть больше часа. Главное подобрать заинтересованных игроков. Так что познавайте себя вместе с программой «Азбука потребителя». До встречи!